Россию называют материком. Камчатка всего лишь полуостров, но это совсем другой мир. Полуостров Камчатка. Тошкин репортаж. Из выпуска номер 9. 2024 года мы узнаем, что поездка на Камчатку мечта многих заядлых путешественников. На Камчатке хорошо в любое время года. Зимой здесь приятно бороздить нетронутый снег на склонах. Осенью гулять по тропам природных парков. А весной и летом серфить на известном Халактырском пляже. Халактырский пляж на юго-восточном берегу Камчатки полностью покрыт черным вулканическим песком. Он протянулся вдоль Тихого океана на 50 километров. Этот песок – застывшая лава окрестных вулканов на протяжении тысячелетий, измельчаемая водой и ветрами. Если поднести к поверхности песка сильный магнит, то он притянется за счет содержащего в нем вещества. А еще песок черного цвета быстро прогревается, даже на северном солнце. Так что даже не в очень жаркий, но ясный день пройтись по нему – одно удовольствие. Камчатка – по праву самый вулкановый регион не только в России, но и всего континента. На Камчатке около 300 вулканов и примерно 30 из них действующие. Гейзерная долина на Камчатке – одно из самых крупных скоплений гейзеров в мире. Добраться сюда можно только вертолетом. Счастливчики могут увидеть всю мощь земных недр, буквально вырывающиеся на поверхность. Нагретая вулканической активностью до состояния кипятка, вода выплескивается мощным столбом. Высоко-высоко вверх. На Камчатке живет много лис. Их называют огненными или огневками за особо яркий цвет шутки. А на зимовку в город приплывают морские львы. На старой бетонной пристани Петропавловска-Камчатского они устраивают себе лежбище. На радость местным жителям и туристам. В одной из живописнейших пуг Камчатки, на берегах Аванчийской губы, расположен знаменитый город Петропавловска-Камчатский. Это место впервые было обнаружено русскими казаками в 1703 году. В 1725 году была организована первая экспедиция на Камчатку, которую возглавил Витус Беринг. Целью экспедиции было изучение американского побережья Тихого океана. Через несколько лет была организована вторая экспедиция на Камчатку, также под командованием Берина. 17 октября 1740 года – день рождения города Петропавловска, который был назван в честь святых апостолов Павла и Петра. Памятник им установлен на берегу озера Култучное. Монумент высотой в 6 метров и выполнен из бронзы. Озеро Култучное. Найти его можно за Никольской сопкой. Пресный водоем естественного происхождения находится в самом центре города. Хотя раньше, когда город был значительно меньших размеров, озеро ютилось на самом краю поселения. Никольская сопка располагается вблизи исторического центра Камчатской столицы. В народе ее окрестили сопкой любви. Это удивительное место прекрасно в любое время года, а значит потраченные на подъем силы вознаградятся яркими позитивными впечатлениями. Мишинная сопка – главная смотровая площадка города, откуда открывается красивая панорама города Бевочинской бухты, а также великолепные виды на вулканы и море. Мишинная сопка является одной из самых высоких гор, находящихся в черте города. Высота сопки составляет около 400 метров. В вершину гору венчает смотровая площадка, открывающая перед нами впечатляющую картину, панораму города в сочетании с природными красотами, в которых утопает Камчатская столица. Мишинская бухта – главный порт Камчатки. Не замерзает круглый год. Обслуживая суда, как грузовые, так и промысловые. Это крупнейшая бухта, которая занимает по размерам второе место в мире, а благодаря узким входным воротам корабли защищены от шторм. Здесь очень классно гулять и любоваться закатами над океаном, а вот купаться не стоит. Вода круглый год холодная, да и суда не добавляет чистоты. По Петропавловску хорошо совершать вечерние прогулки перед закатом солнца, а он здесь летом поздно – около 21 часа. В общем, ехать надо однозначно. Главное – правильно спланировать отдых и выбрать надежных гидов для прогулки по вулканам и другим интересным локациям, куда самостоятельно добраться будет крайне сложно. Единственный способ попасть на Камчатку – это самолет. Аэропорт находится в Елизово, примерно в 30 километрах от Петропавловска-Камчатска, столицы Камчатки. Рейсы суда осуществляются из многих крупных городов России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин